Это оперативное совещание ввел заместитель главы по социальным вопросам Альдар Валидов. По сложившейся практике первое слово предоставили главному врачу городской больницы. Но работы много не только у тех, кто трудится в ковид-госпитале, но и у врачей, которые выезжают по тревожному сигналу. Медиков сейчас особенно не хватает. Выездные бригады. Например, третья припинка вчера обеспечила 140 активных вызовов. Еще раз прошу помочь машинами нам. Да, у меня дефицит врачей на данном направлении. Но если машина дополнительно будет, мы сможем, по крайней мере, дифференцировать потоки и актуализировать работу по направлениям. По словам Валидова, вопрос недостатка машин в процессе решения. Гораздо хуже дело обстоит с соблюдением санитарных норм. Лилия Акбашева привела очередные неутешительные данные. За прошлую неделю 126 экстренных извещений. По организациям также еженедельно поступают. То есть заболеваемость есть среди работающего контингента и среди пенсионеров. Башнифт геофизика, РНГУЭНИ есть сведения. Башнифт, ИСКОЖ. Такие организации уже задействованы. Продолжается эпидрасследование и на нефазе. А пока на предприятиях выявляются новые случаи, в магазинах люди и вовсе ходят без масок. Вот эти предупредительные меры наши на сегодняшний день не активно проявляются. Особенно при оказании услуг, торговле. Также в банках такие ситуации есть. Вчера сама была в магазине «Магнит» возле маяка. Практически весь персонал без масок. Не говоря уже о посетителе. Все это не дает разорвать цепочку передачи вируса и добиться снижения уровня заражаемости. Призываю вас и свою бдительность проявить. В учреждениях не допускать температурующих, заболевших. То есть сразу же локализовать очаг. По возможности на больничный сразу же отправлять из температуры. Ну и принимать соответствующие меры по дезинфекции, по локализации очага. Рейды по соблюдению масочного режима полиция проводит с 1 апреля и не для отчетности. Все чаще на нарушителей составляют протокол и штрафуют. Выявлено правонарушения, связанных с несоблюдением интерно-экономических правил 577. Из них составлено 431 протокол. Направлено в суд для рассмотрения 364 материала. Вынесено с родным штрафом 226. Предупреждение 106. Еще одной бедой обернулось непривычно жаркое лето. В субботу в Башкирии утонули 12 человек. В том числе один несовершеннолетний. В воскресенье семеро. И также один ребенок. И еще шесть смертей на воде в понедельник, несмотря на рабочий день. В округе есть только один оборудованный пляж. Он находится в селе Энергетик. Но на Каме и реке Буй, Вамзе, Яблоку негде упасть даже в будни. Не говоря уже о выходных. Заместитель начальника управления гражданской защиты буквально всех просил подключиться к борьбе с этой напастью. При обращении начальников отделов территории к вам, к территориальным органам, федеральных органам власти, значит, выделять все-таки сотрудников именно отдел МВД. Потому что без вашего участия применение административных мер оно невозможно. У вас такие полномочия есть. Поэтому оказывайте помощь и откликайтесь на просьбы руководителя отделов по территориям. И на Каме, и на реке Буй, Вамзе установлены знаки «Купание запрещено». Но на них, видимо, обращают внимание только сами проверяющие и начальники по управлению территориями. Диалог между ними и отдыхающими складывается примерно так. Когда обращаемся к людям, видели ли вы знак, что купание запрещено, говорят, да, видели. Но куда нам ехать, где нам купаться? Живем на речке. И ехать куда-то в другое место просто считают абсурдным. А жара и не думает идти на спад. В городском округе и в Краснокамском районе хватает и рек и озер. За каждым отдыхающим не уследить. Сделать это может только сам человек. Помните, что из 46 утонувших за последние 8 дней умирать не собирался никто.